Всем большой привет! Суббота, мы идём сдавать бутылки. Вчера играли с Настей до пяти утра в PUBG, просто эта игра нас затянула нереально. Напишите, кто знает эту игру и кто в неё играл. Я сейчас вам покажу просто наше количество бутылок. Столько бутылок мы ещё никогда в жизни не сдавали. Что ты там улыбаешь? Я тоже в шоке, сейчас покажу. Вот это да. Да нет, я не знала за сколько здесь, но вообще столько бутылок это просто шок-контент. И дело в том, что у нас нет там, знаете, какого-нибудь мешка огромного, чтобы можно было... Это надо эти пакеты мусорные купить, хорошие, тогда удобно. Такие заспанные мы, ну ничего. Да, сегодня мы уборки, сегодня мы на реке. Да, пишите свои догадки, сколько же здесь может быть... Ой, очень интересно, что же вы предположите. Я предполагаю, что здесь где-то 15 евро. Да, это что? Так что сегодня гуляем, покупаем дорогие продукты. В общем, 18 евро. И самое интересное, что пиво, которое мы покупали в Нидерландах, оно не прошло. Четыре баклажки. Банки, господи. Я в шоке. Жизненных банки четыре, я в шоке. Я в рамках. Обидно, реально. Ребята, всем здравствуйте. У нас сегодня суббота, выходной день. Вот сегодня и завтра остались наши последние выходные остались. И в понедельник мы идем на курсы. Сделали, значит, мы сегодня закупку. Так как в Германии выходной день это воскресенье. Все магазины будут закрыты. И что же мы купили? Давайте вместе с нами посмотрим. Были мы, значит, в Альте и в РВМ. Так, купили вот такую, значит, селедочку. Купили мы ее с соусом. Она идет соусом. Нам когда-то нравилось. Попробуем. Я не помню, подкопченная или нет она. Но когда-то пробовали. Вроде хорошие. Дальше. По скидке были огурцы. Взяли пару штук. Раз. Сейчас. Были также помидорки. Вот такие. Коктейльные какие-то помидорки называются. Здесь у нас 500 грамм. Тоже по скидке. Евро с чем-то. До 2 евро. Дальше. Цукини, кабачок. В плохом, кстати, состоянии был по скидке. Поэтому взяли. Думаю, пожарим. Мука, кабачок. И потом майонезик с помидорчиком, чесночком. Ммм, буля, вкусно будет. И в кабачку взяли вот эти две помидорки. В Альве разобрали. Ой, в Альве разобрали их. Поэтому мы взяли врывы и сходили. Дальше. Взяли, значит, картошки. Что-таки с Телёточкиной подумали, что мы будем готовить. Теперь картофель. 2,5 килограмм. 3 евро. До 3 евро. 2,79 или 2,89. Ну, я уже не помню. Около 3 евро. Вот еще один огурец. Купили. Увы, да, опять в нашей жизни появилась сладость. Поэтому с временем будем исключать. Но это дешевый шоколад. Я думаю, вы знаете, молочный. Но он дешевый. Но я вам скажу, ничем не хуже. Милкий и так дальше. Даже вкуснее. Тут орехи, как вы можете видеть. Очень вкусный даже шоколад. Советую. Ладит, заходите, покупайте. Так, спорили мы, значит, Саня, какое купить масло сливочное. Купили, конечно же, это. Большинство его выбирают, я знаю. Но и кто его использует. Поэтому, да, все-таки 3 евро. Но лучше уже заплатить 3 евро, чем купить дешевое. Хотела я дешевое купить, но Аня говорила. Говорит, куста нет. Зачем? Переплачивать. Лучше переплатим, точнее, деньги, чем будем не понять, что есть. Масло, то не масло. Магарин. Это, по крайней мере, хоть чуть-чуть, но чувствую, что масло. Аня взяла, значит, вот такие сливки. Тоже в Альде продаются. Я не знаю, сливы или что это. Ну, вроде сливы, да. 500 грамм. Ой, я даже не знаю, евро с чем-то. Тоже по скидке было. Дальше. Сейчас в Альде по скидке подсолнечное масло. Заходите, покупайте. Стоит оно 3,79. А с сегодняшнего дня оно по скидке евро 99. 2 евро, короче. Вроде хорошее. Но если оно стоило 4, я думаю, надеюсь, что будет нормально. Так, разрехлитель. Разрехлитель. И неправильно выражать, как это будет правильно. Этот нам понадобится для чего-то. Я сейчас вам расскажу. Увидите, будет что-то вкусное. Будем с ней с вами готовить что-то вкусное. Дальше. Также нам понадобится для этого 300 грамм сыра. Сыр, кстати, дорогой. Здесь 450 грамм. Но этот сыр проверенный. Нам очень нравится. Твердый сыр. В Альде он стоит 4 евро. Дороговато за сыр. Мне кажется, цены на сыр дорого. Дальше. Что еще в Альде я купила? В Альде я купила вот еще один кабачок тоже был по скидке. Цукини. Это тоже нам нужно будет сегодня. Вы увидите. У меня, я не знаю, сегодня, я не знаю. Наверное, это я завтра приготовлю. Завтра, в воскресенье. Лаймы купила в Альде. Евро 60. И селедочку еще одну. Да, мы мясо не покупаем. Мясо дорогое. Последний раз покупали свинину. Запах, привкус был просто отвратительный. Говорю то, как оно есть. Мы выбросили мясо. Мы его не ели. Мы его выбросили. Поэтому решили взять лучше селедочку. Будем селедочку есть. Рыбные дни у нас теперь. И сардины. Вот такие Аня две взяла. Эти сардинки в Альде тоже около 2 евро. И евро 59, если не ошибаюсь. Так, что еще? Что еще? Все. Дальше у нас покупка СРВ. А, вот еще. В Альде я взяла мяту. Но может кто-то догадается, что же я буду готовить? Мята в Альде стоит 75 центов. 40 грамм. Ну, вроде свежая, надеюсь. Это я думаю, что завтра буду приготовить. И готовлю. Я думаю, вам покажу. Вам понадобится. Может даже сегодня, сейчас. Сейчас летний такой сезон. Поэтому это будет охлаждающий напиток. Вместе со мной потом посмотрите. Это будет следующее видео. Так. Вот. А сегодня я буду готовить кефир. Сейчас я вам расскажу, что я сегодня буду готовить. Вот. Вот такой сезон. Сдали, значит, мы бутылки, как вы могли видеть. Все очень дорого. Не знаю. Цены немножко шокируют. Я считаю, тут, как вы, смотрите сами. Тут мяса нет. Ничего такого нет. Одна картофель, одна картошка, селедка. Да. Чуть-чуть понемножку. Не набирали мы никакие овощи. Нужно сыр дорогой, да. Масло дорогое. Картошка. Так все, по 4, по 4 евро и по мелочи. Так все. Ну, вот как-то так. Ну, дорого-дорого, правда. Потому что я не набирала никакие там листья салата. Я не набирала мяса. Мы этого уже не хотим. Лучше будем есть селедку. Но пока что мы от мяса отказались. Увидим, как дальше. Так. Что сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить с вами. Сегодня мы будем готовить с вами хачапури. Хачапури будет у нас не по-аджарски. А будет хачапури обычное на сковородке с сыром. Такие лепешечки будут большие. Сыр понадобится, кефир. И дальше вы увидите. Я все буду это в следующем видео рассказывать вам. Ну, а на этом все. Сегодня также у нас будет уборочка. Не знаю. Будем убирать, готовить. Может вечером выйдем в стрим. Но сегодня я вам сейчас выставляю с вами вот это видео. Распаковки с Альдис РВ. Напишите в комментариях, как вам нынешние цены в Германии. Дорого? Я считаю, дорого. Хоть ты получаешь пособие, хоть ты получаешь минимально, хоть ты среднюю зарплату получаешь. Но все равно цены, конечно, просто космос. По-другому не на звук. Потому что, еще раз смотрю. Здесь нет того, что должно стоить таких сумм. Честно говорю. Это моя точка зрения. Я думаю, Аня со мной тоже согласится. Она просто с родителями разговаривает. Поэтому я решила вам поделиться сегодняшней распаковкой. Как вы могли видеть еще на видео, сколько у нас бутылок нас собиралось. Но все равно, да, бутылки покрыли эту стоимость. Но все равно сумма, сумма очень огромная. Так что все, ребята. На этом как-то так. Будем прощаться. Я хочу сейчас приготовить, значит, хачапури. Можете смотреть это видео, написать комментарий, поставить лайк. Не забывайте про нас, пожалуйста. В следующее видео вы посмотрите, как мы будем готовить хачапури. Заходите на наш канал и подписывайтесь. Все, ребята. Прощаемся на этом. Всем пока.